С начала пандемии коронавируса на территории Нейнского округа зарегистрировано 256 случаев ковид. Основной прирост заболевших дали сотрудники нефтяных месторождений. На сегодняшний день из 30 пациентов ковидного отделения Нейнской окружной больницы только 7 жителей округа, все остальные нефтяники. В этой связи в Рио губернатор Юрий Бездудный вышел с предложением об организации мобильного госпиталя. Я обращаюсь к рабочей группе генсовета, которую возглавляет Сергей Семенович Собянин, с просьбой в районе месторождения Харягинского развернуть мобильный госпиталь для того, чтобы всех вахтовиков средней тяжести и тяжелых лечить на месте, а не привозить сюда в окружную больницу. Между тем, отметил в Рио губернатор, нефтяные компании должны компенсировать все расходы, понесенные на организацию рейсов санавиации. Давайте проведем анализ, какие недропользователи допустили эти нарушения и применять с ним самые жесткие санкции. Я уже не говорю, что все полеты авиации на эти месторождения должны быть за счет недропользователей. Если они допустили эти вспышки, пусть тогда и оплачивают расходы по санавиации. Ровно так же и по лечению. Мы все исчерпывающие меры применяем для того, чтобы не допустить этот коронавирус. И на Ринмар, и на месторождения. Если это по вине недропользователей, значит пусть они и несут издержки. Такая работа с нефтяными компаниями уже частично проведена. Об этом в ходе совещания сообщил руководитель Департамента природных ресурсов. Мы провели данное совещание с представителями двух компаний, где зафиксированы труднейшие очки заражения. Это луковая хомия и данная северная нефть. Соответственно, те месторождения, которые были перечислены как не более инфицированные. Соответственно, мы пришли к полному взаимопониманию с недропользователями. Также по поручению в Рио губернатора Нейнского округа департамент здравоохранения рассмотрит возможность предоставления дополнительных выплат пилотам на Ринмарского объединенного авиаотряда, которые работают с зараженными коронавирусом при выполнении санрейсов. На сегодня у нас шесть экипажей находятся в самоизоляции и восемь экипажей, которые могут работать. Если у него два экипажа выпадет, то там два дежурья, два находятся на выходных, нельзя работать без выходных. Если у него выпадет два экипажа, то нам придется определяться, какие полеты мы будем выполнять. Либо это будут санзадания, либо это будут нефтяники, либо это будут пассажиры. По итогам заседания в связи со складывающейся обстановкой в регионе принято решение продлить режим повышенной готовности до 2 августа.